Всем доброго времени сутка, это Школа Успеха и я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии речь пойдет о форматах ячеек, то есть какие они бывают и как с ними работать. То есть программа Excel понимает, что при вводе числа через запятую она его распознает как число. Далее, если мы вводим данные через точку, для программы Excel это дата. Если через двоеточие, для программы Excel это время. Ну и соответственно процентные эквиваленты и направление текста. Теперь, для того чтобы нам округлить до сотых, нам необходимо нажать правой клавишей, зайти в формат ячеек. И выбрать соответствующий формат для данного числа. В данном случае число десятичных знаков до сотых, значит нам необходимо сделать два знака после запятой. Выбираем и применяем функцию автозаполнения. То есть подводим курсор к правому нижнему углу, дожидаемся соответствующего указателя. В данном случае это черный крестик. И делаем двойной клик мышкой. То есть, далее заходим в наш квадратик и выбираем. Нам необходимо выбрать заполнить. То есть, данный столбик мы округлили до сотых. Далее, привезти в рубли без копеек. В данном случае заходим опять в формат ячеек. Выбираем денежный, он у нас выбран. И число десятичных знаков, копейки, нам не нужны. То есть, здесь также применяем. Применяем и заполняем. Далее, применить название месяца. Для этого нам необходимо зайти в формат ячеек времени, даты. И выбрать дату, чтобы она отображалась месяцем. Нажать ОК и применить автозаполнение. Далее, формат времени в формате 12 часов. Все то же самое. Заходим. Заходим во время. И ставим время соответствующее. Формат в данном случае 12 часов нам нужен. И применяем. То есть, все данные у нас получаются в 12-часовом формате. Далее, переводим в проценты. Заходим в проценты. Число десятичных знаков. Делаем 2. То есть, 21%. Применяем автозаполнение. И делаем, заполним только формат. Далее, перевести дроби в 1 четвертую. Выбираем формат ячеек. Выбираем дробный. И формат, соответственно, 1 четвертая. Применяем ко всем. И заполняем формат. Далее, текст под углом 30 градусов. Выбираем формат ячеек. Заходим в выравнивание. И здесь уже делаем плюс 30. Можно с помощью мышки. Вам нужно с помощью ввода ввести. Можно с помощью указателей. Нажимаем ОК. И, соответственно, применяем ко всему тексту. Потом под минус 30. Также заходим в формат ячеек. И ставим минус 30. То есть, минус. Да, минус 30. Нажимаем ОК. И применяем. То есть, применять мы можем двойным челчком. И она автоматически протягивается. То есть, если с левой стороны или справа у нас есть заполонный столбец. Также мы можем зажать левую клавишу. И протащить его самостоятельно. Как бы данных много, рекомендуется применять автозаполнение. Далее. Давайте еще поговорим немного о квадратике. Параметры автозаполнения. Что за что отвечает. То есть, копировать ячейки. Мы просто копируем ячейки. Заполнить форматы. То есть, применить формат верхней ячейки ко всем остальным. Заполнить только значения. То есть, заполниться только значения. И мгновенное заполнение. То же самое, что и копирование. С вами была школа успеха. Я и преподаватель Полянский Алексей. Записывайтесь на наши курсы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok